Психодинамическая теория лидерства Если разобраться о секрете эффективного лидерства в группе, в команде, они заметили, что эффективность этой команды зависит от тех влияний, которые происходят внутри команды. От лидера к последователям, от последователей к лидеру. И эти влияния, они основаны на психологическом воздействии. Взаимодействие людей, конечно же, основано на понимании себя и других. Самопонимание очень важно. Понимание своего психологического мира, как и понимание других. И законов психологического воздействия. Лидеры задают направление, указывают путь. Потом другим помогают или побуждают, мотивируют, вдохновляют, убеждают идти по нему. То есть воздействуют на них, чтобы можно было выполнить ту или иную задачу. И здесь имеет смысл упомянуть его в так называемом харизматическом лидерстве. Харизматический лидер – это прежде всего человек обаятельный, общительный и уверенный в себе. Говорят, харизматический лидер, политический лидер, может быть, религиозный, в социальной жизни, общественный человек харизматический. Харизматические лидеры обладают отличными навыками ведения дискуссии, убеждения, способны добиваться тех целей и тех установок, в которых они убеждены. И в общем-то они могут изменить ценности убеждения, взгляды людей. Харизматичный человек, харизматичный лидер – это тот, который может доминировать. Человек, поведение и поступки которого эмоционально заражают окружающих. Человек, который говорит с трибуны, и люди кричат «Ура, мы с тобой». Харизматичный лидер, в общем-то, не стремится к лидерству. Ему не нужно обладать каким-либо статусом. Харизматичный лидер стремится изменить мир. У него задачи масштабные. Ему не нужна власть, ему не нужна должность. У него большие задачи в жизни. И для выполнения миссии он, в общем-то, говорит «Если хотите, идите за мной, мы изменим с вами мир». И я уверен, мы это сможем сделать. У меня есть потенциал, наш потенциал, потому что мы вместе. И он таким образом вдохновляет людей, и они подкрепляются, подключаются к его миссии и к его целям. Харизматичному лидеру присуща работоспособность, стрессоустойчивость, инициативность, энергичность, смелость, предприимчивость творческая, мужество, настойчивость, независимость, свобода. Вот последователи харизматичного лидера идентифицируют себя с ним и его миссией. Они подключаются и, в общем-то, благодаря взаимодействию, сопричастности к этому харизматичному лидеру и сами становятся теми, кто изменяет этот мир. Последователи харизматичного лидера часто воспроизводят поведение и подражают лидеру во всем. Харизматическое лидерство имеет и свои темные стороны, нужно признать. И харизматичным лидерам часто свойственно определенное отрицательное качество. Например, использование власти только в личных интересах и ради своей выгоды. Когда деятельность всей группы, всей организации является деятельностью одного человека. Продвижение собственного видения. Потому что он знает, ему не нужен совет, он знает курс, он знает, что нужно сделать, чтобы изменить этот мир, победить, завоевать. Если хочешь со мной, то слушай и вперед. Харизматичный лидер будет очень щепетильно относиться к каким-либо замечаниям и предложениям и введет цензуру. Ну, например, харизматичный лидер во своей общине может сказать, не читайте литературу других авторов, читайте литературу мою авторскую. Не стоит вам посещать другие организации, набираться опыта. Все, что ценно, я знаю, я вас научу, мы самое лучшее. У харизматичного лидера иногда проявляется требование безусловного принятия его указаний. Односторонняя коммуникация. Харизматичный лидер говорит. Редко, когда слушает. И харизматический лидер, когда ему необходимо, он будет говорить очень долго, потому что он знает, что людям нужно слышать. И они с удовольствием слушают и записывают. Потому что они видят в нем того человека, который знает все, умеет все. И с помощью него мы достигнем. Харизматичный лидер, когда он собирает свою волю в кулак и шаг за шагом приближается к заветной мечте, ему очень сложно иногда отвлекаться на людей. Практически люди являются тем винтиками, гаечками, которые вместе с ним достигают цели. И поэтому ему не стоит отвлекаться на нужды людей. И ожидать от харизматичного лидера персонального отношения к конкретному человеку не стоит. Ну и конечно же, в практике мы видим, что харизматический лидер в светской организации, коммерческой, некоммерческой, в религиозной среде, для удовлетворения интересов и задач, в которых он твердо верит, он может иногда приступать определенные этические категории. Потому что для достижения цели все средства ему кажутся в какой-то мере допустимы или оправданы. Теперь мы можем с вами коротко обозначить теории ситуативного лидерства и лидерства в непредвиденных обстоятельствах. Основной принцип такой. Не существует какого-либо самого лучшего стиля лидерства. Эффективность зависит от взаимоотношений и характеристик лидера, его последователей и конкретной ситуации. Поэтому различные ситуации, различная природа последователей требует либо директивного, либо консультативного стиля управления, демократического, или может быть просто делегирования, полномочий, чтобы люди работали и вели себя самостоятельно. Очень интересная модель, предложенная Херсиин Бланшаром, модель ситуативного лидерства. Она применимо и хорошо поясняет различные стили управления с учетом зрелости людей, с которыми работает человек или взаимодействует. Я постараюсь объяснить эту модель на примере. Вы возглавляете небольшой отдел в коммерческой организации. К вам на работу поступает человек. Возможно, вы участвовали в приеме этого сотрудника на работу. Возможно, вы не участвовали. Отдел кадров принял за вас решение. И вот, когда человек приходит, он как часть вашего отдела, вашего коллектива должен, с одной стороны, войти в курс дела и, в общем-то, начинать приносить определенную пользу для вашего отдела. И вот здесь вопрос заключается в следующем. Возьмем, что человек работает с вами 5 лет. Очевидно, что зрелость исполнителя с точки зрения знания дела, она будет увеличиваться. Человек новый, еще не знает все специфики, до того, что человек знает уже все и практически знает настолько хорошо, что, в общем-то, уже не только может делать дело хорошо, может быть, даже говорит, что нам нужно менять то, как мы ведем работу. В это же самое время, поведение, ориентированное на отношения с этим человеком, они тоже претерпевают видоизменения. Ну вот, давайте сценарий. Человек приходит новый. Если к нему не подходить, с ним не разговаривать, не интересоваться, как его зовут, не отвечать на его самые простые элементарные вопросы и потребности, ожидать, что он сможет быстро адаптироваться, вникнуть в ситуацию в коллективе, очень сложно. Следовательно, на первом этапе оказывается какое-то внимание, естественно, никто не рискнет задавать лишних, там, личных вопросов, узнавать о человеке все подробно. Вот, по мере знакомства человеку много говорится о том, что нужно делать практически каждый день, потому что каждый новый день, неделя, квартал открывает перед ним новые горизонты, чем он будет заниматься в вашем отделе. Вы постепенно его вводите в курс дела и постепенно ознакомитесь. Получается, у вас к нему больше внимания, и в то же самое время вы не ожидаете от этого человека, что? Что он завтра же, через неделю, принесет большие, в общем-то, дивиденды и показатели. Но по мере того, как человек становится своим в отделе, вы уже знаете, что можно поручить, что не стоит. Вы практически знаете его сильная и слабая сторона, вы практически знаете весь его потенциал, и вы с каждым днем, с каждой неделей, кварталом меньше и меньше объясняете ему, что нужно делать. Возможно, происходит когда-то перелом, когда человек, предложив какие-то новые действия, новые идеи, новые механизмы, системы, уже разбирается в них, потому что он их внедрил в вашем отделе. И наступает момент, когда человек говорит, знаешь, давай мы договоримся так. Так, в общем-то, я знаю уже свое дело, и мне не надо объяснять. Над моей душой стоять, и мне так легче работается. Просто дайте мне возможность спокойно работать, и все. И если вы все-таки говорит, нет, нет, ты еще не готов, нет, ты еще не знаешь. У человека создается впечатление, что либо ему не доверяют, у него нет ощущения того, что он овладел чем-то, он получается как человек, который чувствует себя немного неудачником. И вот здесь главное не перейти ту дозволенную грань, когда вы выстраиваете отношения с человеком. Он хочет уже меньше контакта с вами. Не в смысле контакта с вами как с человеком, но контакта, как с человеком, который знает больше него в специфике работе в отделе. И вот получается, что с учетом зрелости людей, которые приходят в коллектив, меняется динамика построения отношений, степень частота взаимодействия с этим человеком. Ну вот для христианских общин, на мой взгляд, в этом есть некая мудрость работы с теми людьми, которые входят в наши общины. И построение ученичества предполагает, когда мы с одной стороны человеку даем возможность стать одним из нас, проявляя к нему искреннюю, неподдельную внимание. И, конечно же, нужно человеку рассказать, что он может в нашей общине сделать, как он может сделать, его нужно научить. Но со временем нужно дать возможность человеку самостоятельно вести работу и, в общем-то, уже нести определенную ответственность за то служение, которое Господь Бог даровал ему в этой общине, в этой поместной церкви. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com Китайский философ Лао Цзи давно-давно сказал очень интересную мысль. «Если я удерживаюсь от командования людьми, они ведут себя так, как считают нужным. Если я удерживаюсь от наставлений, люди улучшают себя. Если я удерживаюсь от интереса к людям, они начинают заботиться о себе. Если я удерживаюсь от навязывания, люди становятся самими собой». В этой модели ситуационного лидерства нам открывается мудрость в том, что в зависимости от различных ситуаций, в зависимости от зрелости людей, с кем мы работаем, нам нужно вообще-то и менять подходы взаимодействия вместе с ними. В самом конце прошлого столетия была разработана, предложена рядом авторов и в основном небезызвестный Бурнс предложил такую идею трансформационного или преображающегося лидерства. Это понятие описывает особые отношения между лидером и последователями. Происходит некое воздействие на людей, которое благотворно преображает тех людей, которые следуют за лидером. Трансформационное или преображающееся лидерство – это достижение эффективности, превышающее обычное ожидание путем изменения взгляда людей на самих себя, на свои способности и поднятия на новый уровень их мотивации. Получается, что в преображающем лидерстве задача не… Лидер не заключается в том, чтобы дать указание «возьми то», положить туда. Разобраться в ожиданиях человека, когда он стал частью коллектива, частью команды. Разобраться о его взгляде на самого себя и разобраться в его мотивациях. И помочь человеку измениться в такую сторону, чтобы его эффективность превысила даже простые ожидания. Бернард Басс – это величина мирового, мировой мысли в лидерологии. Автор, редактор энциклопедии, о которой я говорил по лидерологии, он постарался создать некую целостную модель. Он говорит, знаете, лидерство иногда можно видеть в перспективе невмешательства. Дать людям работать – это тоже лидерство. Лидерство можно видеть в перспективе, когда лидер и последователь, руководитель и сотрудники договариваются в обмен на производительность, на качество, на интенсивность, будет вознаграждение. А если что-то пойдет не так, то будет определенное порицание. Можно договориться. И с другой стороны, трансформационное лидерство, когда ты оказываешь влияние на человека, что меняется его ожидание, меняется его самовосприятие и меняются его мотивации. Ну вот я коротко об этом поговорю. Лидерство – невмешательство. Вот французское слово «les affaires», мой французское слово «плохой», означает «не трогай» и «оставьте». В принципе, оно заключается в том, чтобы дать людям проявиться, вот как они есть, и что достигнут, слава Богу. Но в какой-то мере лидер иногда успешен лишь только потому, что у него есть люди, которые компетентны и что-то хотят сделать. Он не вмешивается не потому, что мудро ведет себя. Он не вмешивается потому, что некомпетентен и не хочет. Потому что и так же дело получается. И он отказывается от вмешательства. Если там возникли проблемы, то лучше закрыться. Вы там решите без меня. Отстраненно. Что? Это может привести к определенному успеху, когда все идет хорошо. Но когда дело пошло плохо, то вот такое невмешательство, оно может привести к конфликту или к потере определенной продуктивности. Трансакционное лидерство или управление методом исключения. Метод исключения заключается вот в чем. Дается установка. Вот берите проект, сделайте вот так. Работайте. Я не буду ничего контролировать. Главное не сделайте ошибки. Сделайте, как я вам сказал. Все. И люди выполняют. Ну, какой-то контроль осуществляется. Главное не допустить ошибки. И установка такая. Сделайте хорошо, премию получите. Сделайте плохо, премию. Не только премию, а штрафуем. Или там будете дополнительные. В выходной выйдете. Без оплаты труда. И в принципе это приводит к чему? Это приводит к сохранению статус-кво. Хорошо сказали вынести столы за неделю. Можно, конечно, за час вынести 10 столов. Или за 20 минут вынести 10 столов из этой аудитории. Но если сказали за неделю. И сказали за неделю сделайте, премиальное получите. Ну, будем неделю выносить столы. Конечно, мы целую неделю чем-то должны заниматься в этой аудитории. Нам вообще будет через 3 дня скучно. На четвертый день мы вообще ничего не будем понимать. Ну, премиальное это же хочется. Ну, и получается, что люди в таком состоянии будут тупеть просто. Или когда их просят что-то сделать интенсивно, быстро и обещают им награду ту или иную, но они понимают, что дело неправильно, но они привыкли так, в общем-то, жить, то они готовы выполнить дело, лишь бы получить награду по хвалу либо премиально. Хотя это неправильно. Вот к чему ведет трансакционно договориться. Вы мне, я вам. Ну, и конечно, когда мы мотивируем и поощряем морковкой или тростью, кнутом или пряником, ну, это все нарушает атмосферу творческого потенциала людей и убивает всякую инициативу. Теперь Бернард Басс предлагает идею трансформирующего лидерства и называет ее «четыре И». Во-первых, индивидуальный подход, интеллектуальное стимулирование, инспирирующая мотивация и идеализированное влияние. Я поясню, что он вкладывает в эти концепции. Индивидуальный подход. Вот если ты хочешь трансформировать ожидание человека, веру в себя, его мотивации, с ним нужно работать индивидуально. Многие лидеры это упускают из вида. Им кажется, что когда работаешь со всеми, вот всех собрал, всем сказал, ну, что там индивидуально встречаться, время тратить. Все сработает. Не так. В принципе, индивидуальный подход предполагает не просто индивидуальный инструктаж, не поймите меня неправильно. Индивидуальный подход предполагает в первую очередь индивидуальную конкретную заботу о человеке. Потому что он тогда его может услышать. Это означает распознание индивидуальных способностей и нужд конкретной личности. Это означает поставить перед человеком трудную, но выполнимую задачу, нежели поставить ему задачу, которую он не выполнит, а потом его обвинить, но он изначально не был способен выполнить. Индивидуальный подход означает выявить перспективы способностей и потребностей каждого человека и дать ему возможность совершенствоваться, обеспечить ему возможность к обучению. Индивидуальный подход предполагает делегирование, кучинг и предоставление совершенствования. Вот это все приводит человека, каждого человека к желанию совершенствоваться, обучаться к нему. На него обращают внимание, в нем заинтересованы, его хотят развивать. Индивидуальный подход. Второе – интеллектуальное стимулирование. Когда людям дают возможность переосмыслить ход событий, вещей, когда даже новичок приходит в команду, в группу, в организацию, им говорят, слушай, вот мы так уже два года работаем, но если вдруг ты посчитаешь, что что-то можно изменить, сразу говори. А если увидишь, что это полезно, то в принципе можешь сразу и делать. Ну, будут ошибки, ничего страшного. Ну, подходи творчески. Подходи творчески. Подходи критически и творчески. Что это ведет? Это ведет к тому, что люди вокруг лидера начинают думать, творить, и потенциал работы, ну, просто увеличивается в разы. У лидера отношение к его команде должно быть таким, чтобы он смог трансформировать. А трансформация мотиваций, понимание себя, ожиданий очень часто зависит от того, что люди слышат. И вот вдохновлять людей при помощи, с одной стороны, потрясающих возможностей, которых нужно объяснить, а с другой стороны, с помощью, ну, вот, сообщения четкого, вдохновляющего видения. Если люди слышат, что руководитель говорит, давайте через два года мы достигнем то-то, то-то, и объясняет им четко, понятно, и на лице у него видно оптимизм, уверенность, и он энергично сам к этому подходит, то в общем-то люди подключаются. Ну, конечно, необходимо подбирать и верные, вдохновляющие слова, символы, образы. Поэтому для лидера очень важно уметь коммуницировать так, чтобы люди, которые пришли, или являются вот частью сообщества, в котором он выступает, они готовы что-то послушать, но в конце они говорят, слушай, пришли, слушай, ничего нового не сказал. Вот это, люди, у них была готовность к свершениям, но их не смогли убедить. Они были готовы, только дай импульс, нужна была какая-то искра. Ну и четвертое, и идеализированное влияние. Во-первых, это выражение уверенности в видении. Когда мы определяем перспективы идеалистического достижимого будущего, при этом мы говорим, ну, вообще-то еще не факт, что мы это достигнем, то у последователей тем более нет никакой уверенности, что мы туда придем. Когда они не чувствуют, что человек, который заявил уверенность в том, что нужно идти в том направлении, берет ответственность, вот представляете, человек говорит, нам в следующие три года нужно осуществить это, только правда через два месяца я увольняюсь. Руководитель отдела говорит своим людям. Нам через три года нужно что-то достигнуть, но я вообще-то ухожу. Ну все, все три следующие месяца никто не будет работать над этой идеей. Акцентирование на достижение, мотивация, убеждение людей двигаться к чему-то, это только часть общего дела. Люди пойдут за тем, кого они уважают, кому они доверяют. Тот, кто доказал, и они были свидетелями того, что он обладает способностью что-то инициировать, остается верным этому проекту и вместе с людьми достигает что-то, и после этого все получают определенное удовлетворение. Ну вот, в совокупности, индивидуальный подход, интеллектуальное стимулирование, создание творческой атмосферы, вдохновение и влияние благотворное приводят к тому, что люди в действительности преображаются, и в конечном итоге сообща не достигают более, чем можно было бы даже предполагать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...